Угрозы для союзного государства и не только обсуждали сегодня во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с директором службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и председателем Комитета государственной безопасности Беларуси Иваном Тертелем. В целом, разведка двух государств работает сегодня открыто, открыто между собой. Обмен разведданными, техническая помощь, как скажет Нарышкин, атмосфера абсолютного доверия. И это крайне важно, с учетом того, насколько возросла террористическая угроза. Людей, готовых исполнять теракты, готовят в спецлагерях как минимум трех европейских стран. Польша, Литвы, Чехии. И в Украине эти навыки они могут отточить. Трагедии в Беларуси нужны, чтобы дестабилизировать общество. Новый план западных военных управлений – диверсия. Потому что открыто действовать невозможно. Белорусы четко обозначили красную линию. Тогда спецслужбы решили действовать точечно, готовить террористов. Ответ наших спецслужб жесткий. Даже в плен брать не будем. Этот месседж прозвучал и сегодня. Продолжить тему Катерина Круталевич. Сергей Нарышкин и Иван Тертель во дворец независимости приехали вместе. В этих решениях, конечно, нету строгого протокола, как добираться вместе или порознь. Стороны выбирают сами, но... Очевидно, это показатель действительно хороших профессиональных отношений. Слово «хороших» в связке со словом «разведка» тоже можно трактовать по-разному. Здесь все очень тонко. Чтобы уже наверняка в кабинете и президента, потом и приглашенные стороны проговорят. Работать начали активно и помогать друг другу. Президент с этого начнет. Хочу вас поблагодарить за ту помощь, которую вы оказываете прежде всего в переоснащении и оснащении нашей службы. Что тут скрывать, сегодня без техники вряд ли можно получить хорошую, достоверную, добротную информацию. В связи с разными событиями в мире, и не последняя причина здесь, СВО Российской Федерации, операция, которая заставила нас со всех сторон посмотреть на все структуры силового блока. И, как я часто говорю, ну не было бы этого, так надо было бы придумать, чтобы нас где-то подстегнуть. В связи с этим работать начали активно. Ну, угрозы очень серьезные, порой невероятные, и с учетом той техники, за которую мы угнаться в спецслужбы, просто не можем. Да и не можем противодействовать, тем все равно где-то там в одном-другом месте определенные, ну если не проколы, то вопросы к нам возникают. Но люди должны понимать, поэтому все мы предусмотреть не можем. Поэтому и у нас, и у вас появляются разного рода отморозки именно внутри общества, на которых делают ставку иностранные террористы. Их иначе не назовешь. Это не разведка и не контрразведка, это просто наши враги. Они находят в нашем лагере, как принято говорить, соответствующие людей, делают на них упор. Задержание в мочулющах террориста украинских спецслужб, задачей которого был взрыв самолета А-50. Ликвидированный террорист в Гродно наказал сопротивление бойцам спецподразделения КГБ. У человека в обычной квартире был арсенал с боевыми гранатами. Есть еще ряд эпизодов, которые или находятся в разработке, или по иным причинам пока не афишируются. Об этом представители силовых структур и президент говорили не раз в публичном пространстве. Все это вот, рядом с нами. Поэтому и стоит вопрос о большей бдительности каждого. Самое главное, что меня больше всего возмущает, мы задержали уже больше 30 пособников. Они откуда? Они бывшие и настоящие сволочи, которые живут в нашем обществе. Иначе их назвать не могу. Которые совершают, помогают совершать противоправные действия, тем более теракты на собственной земле против своих же соотечественников. В России ситуация похожа. Сергей Нарышкин об этом скажет. Угрозы идентичны. Их авторы, одни и те же люди. Это механизм силового давления на общество по принципу диверсантов. Наши западные противники не могут идти в прямой конфликт. Не могут направлять спецгруппировки. Слишком хорошо охраняется граница. Но могут готовить условно гражданских камикадзе. Да, исполнители вряд ли погибнут при этих терактах. Но никакой ценности после они для своих кураторов не несут. Их не хотят менять. Это просто пешки. Грустно, что делают их из наших же белорусов или россиян. Поэтому и нужно больше взаимопонимания тех, кто не дает просочиться условно самодельным преступникам. Их готовят. Чехия, Литва и Польша – это точные разведданные. Отрабатывают свои навыки такие новоделы в Украине. Причем геополитически для Польши чем больше хаоса на территориях подконтрольных Киеву, несмотря на все заявления о помощи, тем больше Варшава выиграет в перспективе. Получение контроля над западными территориями современной Украины, над так называемыми бывшими восточными крестцами Польши, является такой вожделенной мечтой польских националистов. И это становится уже элементом национальной идеологии. Поэтому от этой идеи польское руководство уже отказаться не может. Польское руководство считает, что условием для реализации этой идеи является крах украинской государственности в результате военного поражения. И поэтому польская власть не хочет и выступает против мирного урегулирования конфликта. Заверяет в том, что будет оказывать постоянную помощь киевскому режиму. Ну и, конечно, эта ситуация усугубляет положение Украины, украинского народа. О людях в таких ситуациях, конечно, никто не думает. Это про наших демократических оппонентов. Да и про сам Киев сегодня в выстраивании отношений со своим народом. В Беларуси глава КГБ процитирует президента. В ситуациях, близких к террору, даже в плен никого брать не будем. И это уже происходит на практике. К слову, международные структуры в помощи противодействия терроризму проявляют понимание. Иван Тертель пояснит, каналы связи всегда есть. Они работают в большей или меньшей степени. А значит, всех видно и все будут привлечены. На каждого из этих людей, хотя они скрываются псевдонимами, кличками, у нас есть свое досье. Мы последовательно эту работу проводим. И их вдохновители мы знаем. Центры в Варшаве, в Вильнюсе, в других столицах. Вдохновители так называемых, которые представляют себя к политикам и не являются такими. Но всех их ждет судьба, связанная с беседой с прокурором, с генеральным прокурором. У кого-то есть сейчас выбор, есть комиссия шведа, так называемая, и прекратить эту деятельность, и вернуться на родину. Но большинство из них, все они найдут свою роль в том, что будут нести ответственность перед государством за содеянное. При этом органы прогнозировали обострение ситуации с началом весны. Об этом докладывали президенту. Александр Лукашенко держит на личном контроле. Два-три раза в день информация для него обновляется предметно. Польская сторона заявила о задержании большого количества граждан, в том числе Республики Беларусь, которые якобы причастны к деятельности, в том числе Комитета госбезопасности. Смею вас заверить, что это на самом деле не соответствует действительности. Никто из задержанных на территории Польши не имеет отношения к деятельности белорусских спецслужб. Сам лично проверял, готов за это ручаться и нести ответственность. Вместе с тем, надо сказать, что мы тоже работу ведем. Мы видим, что в отношении Республики Беларусь существенно активизировано проведение разведывательной подрывной деятельности. Приоткрою вам секрет, нами задержано некоторое количество граждан Польши при совершении активных операций по агентурной связи на нашей территории. Задержаны предатели, с которыми они работали на нашей территории. Конечно, польская сторона любыми способами хочет добиться обмена на кого-либо из этих своих граждан. Однако, я уже подчеркну, что никто из тех ими задержанных, якобы лиц, работающих в интересах Российской Федерации или Республики Беларусь, задач спецслужб Республики Беларусь не выполняли. Кроме того, нами задержаны десятки граждан Украины за попытки совершения терактов, за разведывательно-подрывную шпионскую деятельность на нашей территории. Украинская сторона к нам обратилась с просьбой поменять этих граждан своих, некоторых на кого-то. Мы посмотрели на предложенный список, но не нужны нам наркоманы, насильники и прочие, которые отбывают у них наказание. У них есть такая категория граждан Республики Беларусь. После разговора у президента стороны отправились на совместную коллегию, подвести результаты и наметить перспективы. Это все, что можно сказать о коллегии. Разведчики. Вместе сегодня возложили и венки к Стелли, Минск, город-герой. В знак уважения к общей истории всегда сильная причина смотреть в общее будущее. Еще один немаловажный тезис в обеспечении такой безопасности. Самим белорусам нужно становиться бдительнее. Речь ведь идет не только о госсекретах или политике в больших кабинетах. Теракты – это про жертвы на соседней улице, на железной дороге, взрывы в административных зданиях, в больших центрах и обязательно с большим количеством жертв, чтобы обвинить власть в бездействии. И вот этому нужно противостоять на уровне нации. А уже разведка совершенно точно свое дело сделает. Катерина Круталевич, Александр Олешко, агентство теленовостей.